Бойцовский клуб Да, да, тут у нас импровизированный музей боевой славы Ну это чемпионские пояса, не все еще как бы здесь лежат Не все еще? Мусай, за сколько лет у тебя такие трофеи накопились? Ну, профессиональная карьера, пять лет уже И уже стал семикратным за пять лет? Ну еще здесь нет поясов за интерконституционные, ну чемпионаты за чемпионаты Европы А еще тайский бокс? Тайский бокс, вот пояс Мур, Алексей, понимаешь? А если вы говорите, что значит смешанное единоборство? Смешанное единоборство, это, ну, по-русски говоря, бои без правил Бои без правил? Когда можно все? Ну, на самом деле там много ограничений Ну, разрешается удар руками, ногами, борцовские захваты, удушения, полевые приемы А кровь пустить? Можно Тоже можно Надкусив что-нибудь? Без проблем Слушайте, Мусай, ну смотри А были ли у тебя проигрыши и сколько? Пока нет Вот, это мне кажется принципиально Принципиально, потому что сейчас, я надеюсь, сегодня Мусайна научит обороняться В случае каких-то обстоятельств, которые могут возникнуть летом, тем более, да, любят люди допоздна на улице в ренту Дабы мы не оказались в качестве потерпевших в обзоре Марата Седикова Да, и этим пользуются нечистоплодные личности многим Как противостоять вот неожиданной угрозе? Может быть, прежде чем кулаками защищаться, как-то психологически можно ответствовать насильнику? Ну, знаете, на самом деле, все самые такие агрессивные хулиганы, они на самом деле в душе большие трусы Да, поэтому им нужно всегда показывать, что он тебя безразенит, что ты его нисколько не боишься Это, как правило, хулиганом пугается от этого То есть для этого надо просто смотреть человеку в глаза и улыбаться? Нужно просто не бояться В твоем случае еще снять очки, Леш Нет, тогда я покажу, что я тебе... Человек должен, да, человек должен не бояться и готов в любой момент дать отпор Ну, а если все-таки не удалось уговорить, то есть первый удар куда? Вот девушке все время, говоришь, надо ногой вот туда Или, может быть, куда рукой Ну, знаете, способом масса, и на самом деле все зависит от определенного случая Нет такого, что вот именно таким ударом сейчас я его нокаутирую Ну, все зависит от ситуации Муса, скажи, а ты сам кого-то тренируешь? У тебя есть ученики? Да, у меня, да, школа, много учеников Ясно Кстати, сегодня у нас пришла весть, что сегодня вот в Санкт-Петербурге состоится один из якобы судьбоносных матчей Это будет Федор Емельяненко сражаться Последний бой Федора Емельяненко Да, с Петро Хиза Да, это действительно, Емельяненко посредит уйдет И кто такой Петро Хиза, насколько все это серьезно и судьба Может... Ну, я не берусь, я не менеджер Федора Емельяненко, чтобы его обсуждать Будет у него карьера дальше продолжаться или нет Но его Петро Хиза абсолютно не соперник Федора Емельяненко Это бойцы разного уровня абсолютно Ага, то есть за Емельяненко можно не волноваться сегодня? Абсолютно Из话 Ну, слава Богу А в этот раз на сколько шансы того, что он уже сказал, он уже сделал? Говорит, последний бой. Я не промоутер, не менеджер, чтобы обсуждать каких-то спортсменов, это вопросы к их менеджерам. Кто когда уйдет, куда придет. Мусан, а ты-то пока никуда не собираешься? Нет, я никуда не собираюсь, да. А вот вообще боями без правил до скольких лет можно заниматься? Ну, мне нравится боец Дэн Хендерсон. Вот ему сейчас в данный момент, по-моему, 42 года. Как раз Федор Мерник с ним встречался, да, проиграл нокаутом. 42 года, превосходная форма. А у тебя есть какая-то мечта, с кем бы ты хотел сразиться? Спарринг-партнер мечты твоей, да? Знаете, у меня мечты нет, все, что я хотел, я уже давно добился. Как мечты нет? А как жить дальше? Как жить без мечты? Мне нравится быть номер один. Когда ты выходишь, и ты знаешь на 100%, что ты, знаете, как у меня есть такое стихотворение, в нем такие строки. В стране, где ровнее только налево, я чемпион. Мусану, спасибо. Мы нашли для тебя сегодня спарринг-партнера, между прочим. Серьезно? Да, известного очень. Без проблем. Мы можем попросить спарринг-партнера сегодняшнего Мусы? Михаил, студию, пожалуйста, не знаю. Мне кажется, российского певца Михаила Гребенщикова представлять специально не надо. И тебе тоже, да, приветствую, Миша? Ну так я не знаю, зачем вы сели. Может быть, вы покажете что-то сразу? Я так понимаю, что вы уже встречались. Знаешь, мне кажется, к Мише такой вопрос, ну вы понимаете, что рояль из кустов не просто так выкатился. Вы знакомы, вы занимаетесь, то есть Миша занимается у Мусы. Миша, была такая необходимость у вас поклонники или недоброжелатели? Тероризировали. Да, тероризировали. Нет, вы знаете, ну мы с Михаилом познакомились уже несколько лет назад, и Михаил как бы для меня является человеком чудо такой. То есть вы его тоже Михаилом называете? Муса Михаил, то есть это вот... Можно сказать тезки. Тезки, да. Да, и мы, и Муса для меня чудо, я на него смотрю там, спрашиваю, Миша, а как там это, здоровье, сколько бегаешь там это. И мне как-то я постарше его, как-то внутри что-то, а что же я, где же я-то это, мне же тоже надо это, я же еще и... Мы можем наблюдать за тем, как происходят ваши тренировки. Да, и Миша меня периодически приглашает, и я надеюсь, чем-то я ему помогаю. Я не могу приглашать, я уже намекаю вам. И сам для себя что-то открываю, вот. Покажите, как это происходит. Миша, я молодец. И вообще для меня это вот, я был в детстве... Миша, вы хотите все время разговаривать, вы не хотите драться, мы поняли. Я в детстве был фанатом всяких фильмов, вот, видеосалон. Ван Дамм, Джеки Чан. И я вот так был этим восхищен, что в жизни своей настоящего Ван Дамма, вот, героя из детства, встретил настоящего. В лице мусы. Да. А главное, наверное, поднялся такой боевой дух внутри, да, в результате общения. Поднимайтесь уже и вы. Ну да, да. Самое главное, что Миша сейчас, он ведет здоровый образ жизни, бросил алкоголь, сигареты. Женщин тоже? Нет, женщину не бросать никогда. Вот эти булки, вот это все в прошлом, что ли, Миш? Да нет, все только начинается. Я больше продюсер. Тебе, Мусья, тоже есть что рассказать, если мы научитесь. Я ушел в Министерство культуры уже, 4 года работаю, забираюсь культурой. Хорошо, и так, давайте в самый-то типичный случай. Есть, да, 50 способов, как победить Мишу Гребичкову, если он напал на перелки. Мусак, принять, пожалуйста, лицом к целому миру. Вот так, вот так, вот так, очень хорошо. Ну вот смотрите, к примеру, уважаемые дамы, господа, если на вас напал Миша Гребичков в переулке, что можно сделать с ним? Так, нападаю, удар. Да, он выходит из клуба, разъяренный, спел песню про батонные булки, хватает вас. Вы можете сделать так, так, протаскиваете. Ой, и добиваете. Аккуратненько. Другие варианты. Браво. Скажем, женщина-то не сможет носить. Женщина не сможет вот поднять, поэтому женщина может просто сделать вот так. Миша так же хватает. Сюда, сюда протаскиваем, сюда. И добиваем. Это так может сделать женщина? Да. Особенно добить она сможет. Каблукому. Третий способ, как победить Мишу Гребичков в переулке. Миша нападает на вас, бьет на вас. То есть, это теперь ребенок или старик, да? Да. А, просто вот и все. Ну вот, встали, вот, например, ножку заносите сюда и бьете за вороты в висок. Нет, то есть, это так, типа, почеши мне спину, Миша. Да, да, да. Миша, а ты что-нибудь сможешь показать? Я? Да. Миша, это секретно. Вот если Муса пьяный в переулке на тебя напал. Так они же за робро жизни ведут, Леош. Вы знаете, я вам предположу. Хорошо. Я сделал вывод, какой же все-таки у меня больше способ. Я, наверное, больше склонен в бразильске больше отжиться. Я больше, если я вижу, что боец какой-нибудь, но это в основном в детстве было, когда там надо было стоять за себя. Видел, что он тяжелый и что-то с ним не связано. То есть, я старался как-то снести его с ног. То есть, я куда-то кидался вниз, схватал за ногу и лишь бы его сводить. Ну, боится, смотри, нельзя. Конечно, знает, на кого нападает. Я же без бандажа, вдруг он мне пробьет сейчас у нас, видите, там... Ну, вот. Это не надо, не надо, что ли. Ну, или, а вот там как-то за уши, там, коленка. Ну, как говорил мой... Иди, Леш, иди, покажи. Ну, а ты в погранвойсках, что Миша, главный способ, ну, палец, например, если можно пальцем в глаз, например. Миша стародесантник, да? А вот интересно, Муса, если, скажем, насильник остается без глаза, его потом смогут наказать... Это ты у Марата, что я не могу вычислить. Одноглазого насильника очень быстро можно найти в толпе. Да, 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 да. Ну, и, мне кажется, еще одна сенсация припасенная для наших телезрителей. Муса, кроме всего прочего, видимо, взял пример с Мишей и тоже теперь начал творить. Муса, а правда, что вы стихи пишете? Или вас Миша плохому научил? Я пишу ее с детства, на самом деле. А. Еще до знакомства слушаю. Ну, давайте. Вам надо написать песню, друзья мои, вместе причем. Так мы уже несколько лет над этим работаем, пока вот Михаил просто не освоил чувство ритма. Хорошо, пока вы представляете, Миша, по поводу превышения самообороны. Вот если насильник нападает, что же делать? Если действительно пальцем, глаз без глаза оставил, потом тебя за это и посадят. Ну, знаете, в передаче сегодня рассказать. Правильно. В школу, да, мои контакты знаете, да. Кто захочет научиться, пусть приходит, всегда научим. Семикратный чемпион мира по смешанным единоборствам Усаму Салаев и певец Михаил Гребенщиков сегодня встречали вместе с нами утро на НТВ. Ребят, спасибо вам большое. Мастер-класс, я надеюсь, не только для нас с Алексеем, но и для всех телезрителей был крайне полезным. Да, ну, по крайней мере, что касается бодрости духа. Мы теперь просто считаем себя причастными. Мы теперь тоже, если что, дадим отпор. Вы теперь почти спортсмены-профессионалы. Я хочу вручить вам... Это для нас? Почетный черный пояс. Первый дан. Что здесь написано? НТВ получил первый дан. Да. В вашей классной программе. Мария, ты теперь по темным улицам ходи вот с этой табличкой. Как это называется, девушка-то, которая ходит с табличками? Ringgels. Да, Ringgels. А я буду... Ну, не Ring, конечно. Можем сделать вас... Хорошо, дорогие мои. Спасибо вам большое. Мы завершаем в такой тёплой атмосфере нашу программу. У вас есть возможность что-то пожелать нашим телезрителям. Очень коротко. Счастья, удачи, море лаве. Доброе утро на НТВ. Давайте жить дружно. Давайте, с удовольствием. Спасибо, пожалуйста. Мария Штан, Алексей Козулин. До завтра. Всего хорошего. Всех благ.